Всем привет! Добро пожаловать снова в мои видео. Сегодня я вам покажу покупку, которую мы сделали в Лидле. Вот, находимся у нас на кухне. Макарошки для дочки приготовила. Мы сварили бульон с аратишоками и курицей, курятиной. Потом ей просто разварим и вот с такими вот тоненькими макарошками сварим. В общем, ой, это не тот чек. Сейчас я поищу. Где он есть? Я знаю, что было на 59 евро. Но не знаю, где этот чек. 59 евро и 10 центов было. Вот не знаю, куда он. Вот делал. Ну ладно, неважно. В общем, если найду, потом в конце вам или вставлю фотографию, или покажу. В общем, купила вот такие вот бутылочки воды. Дочь обычно такие бутылки воды брала с собой в школу. Их просят всегда, чтобы они брали такие пластиковые бутылочки удобные для питья, маленькие. Вот они там пополняют их, если надо. В общем, вот такие вот бутылки. Потом купили помидорки. Кстати, смотрите, у них мешки в Лидле. Био. То есть они разлагаются, биоразлагаемые мешочки. То есть очень хорошо. По крайней мере, это не чистый пластик. Вот. Значит, купили бананчики. Купили вот такие вот помидорки. Я очень люблю именно вот эти вот. Посмотрю потом. Назвается у них помидор на ветке, грубо говоря, да, если дословно переводить. То есть они прям с веточки, прям вся гроздь продается, да. У них такой запах, как настоящие помидоры. Знаете, когда вот у нас, я когда росла, у нас был сад, теплица, и там у нас росли помидоры. И прям такой запах, заходишь в теплицу, запах вот этого помидора, вот этого самого растения, стебля. Так вкусно пахнет. Вот они пахнут точно так же. Поэтому мы их всегда и берем. А остальные как-то помидоры, они вообще запаха здесь не имеют. Они знают только здесь или, может, везде сейчас так, да. Вот. Это потом мы все будем дезинфицировать немножко. Но я, главное, вам покажу. Поэтому я в перчатке сейчас. Я просто покажу вам, как, что мы купили. Вот. Потом, значит, из овощей еще купили. Вот такой вот. Это называется апьо. Это сельдерей, по-моему. По-русски мы его используем здесь в основном в бульоны. Я знаю, что люди используются для салатов и там супы варить всякие разные, для других блюд. Но мы вот любим его именно бульон варить, в основном куриный. Муж взял такие вот салаты для меня. Я в основном дома их люблю. У меня мама шпинат взял. О, это хорошо. Смотрите, шпинат. И написано, что можно его приготовить даже в микроволновой печи. Но я, в принципе, его вообще не готовлю. Я его ем просто так. Значит, такой здесь 300 грамм. И написано, как можно приготовить, если вдруг кто-то их хочет именно готовить, там, жарить или варить. Здесь свеженькие. Здесь дуо. Здесь у нас что? Рукула. И вот такой вот маленький небольшой салатик. Вот он там есть, его видно. Да? И вот там рукула видна. Фолиевой кислоты здесь много написано. Вот до 27-го часа здесь 100 грамм мешочек. Потом вот такой вот салат гурмет. Здесь такая вот капустка. Радич. Вот она здесь тоже та же самая капуста, которая была там вместе с рукулой. И еще вот такая вот завернутая. Эскаролла она у них называется. То есть такая кучерявая капуста они ее называют. Вот такой мешочек здесь 175 грамм. Это до 1-го июня. Вот. Потом муж купил для дочки. Иногда ее балуем. Она особо сладкого у нас не ест. Но вот жле, например, особенно когда жарко, мы его с холодильника вытаскиваем. Очень ей нравится. Только клубничная. Вот такое вот в Лидле продается. Она, в принципе, во всех магазинах есть. Только другой марки. Вот такие вот 6 штучек мы взяли. Хамончик. То есть это мяско на сэндвиче из индюшатины. Индюшины. Вот такое. Так, будем доставать что-то еще есть. Значит, есть вот такое вот это рисовые, рисовые торты. То есть это рисовые такие вот, здесь их видно, да? Они вот так вот разделены, такие как лепешечки рисовые. Без сахара, без соль, без ничего. А, это с солью. Вот написано консаль. Это с солью, да. У меня муж любит тоже для диеты. Не знаю, где он спросил у мужа, где чек, но потом поищем. Вот, взял он тоже такие. Это он берет, например, на вечер. Если мы когда фильм какой смотрим, то людям так что-нибудь перекусить. В общем, это био тортильки такие кукурузные. Типа мексиканских, вот. Вот, и еще есть вот такие он взял. Такие же мне меньше нравятся, потому что они не такие, не так хорошо для тела. Значит, вот такие Tex-Mex. Вот, значит, потом купил вот такой вот хлебушек. У меня мама очень сильно любит вот такой вот черный хлеб. Его больше нигде нет, только в Лидле. Он пахнет как настоящий русский хлеб. Вот. Потом он еще купил, сейчас вытащил меня с холодильника, выкупил такие вот черника или голубика. Она, не знаю, она у них называется просто Арандано. Как смородина, но это не смородина. Вот, котик наш тоже с нами наблюдает за всем. Как я же говорю, он постоянно всегда с нами стоит. В общем, черника, голубика, как хотите так называйте. Малина. Все это буквально вот 200 грамм написано. Муж мне помогает разложить. Купили сосиски вот такие вот, свеженькие тоже. Дочь и муж у меня очень сильно их любят. Сейчас как раз их себе будет готовить. Так, этот мешок уже все. Купил он меня побаловать. Я дочке вообще, в принципе, такое не даю, но я люблю сама. Это вот такие вот бисквит, который обмакнули в шоколад, в какао. Вот такой вот. Написано, что сделано из яичек куриных, которые, курочки, которые гуляли, гуляли. То есть не в клетках выращенные. Вот такой пакетик. Здесь 4 упаковки, наверное, по 2 в каждой. И всего здесь 330 грамм. Вот, потом купили вот такие вот помидорки опять. Это помидорки черри. Здесь их 500 грамм. Если я где-то найду чек сейчас, раскладывая все это, я вам покажу. Это станок для бритья женских с алоэ. У меня лезвие есть, но станка вот этого не было. Можно было купить, поэтому сейчас станок. Значит, такой вот хамон. То есть это мясо на сэндвичи тоже. Ветчина. Потом купили лук. Здесь лук продается вот в таких вот сетках. Это здесь 2 килограмма. О, 5 килограмм картошки купили. Это у нас есть такой напиток, он называется аквариус. Вот он здесь маленький, у нас есть в баночках. Но большой не было, поэтому муж купил похожий. Белой марки, то есть, ну как белой марки. Из Аклассик. То есть это, грубо говоря, тоже аквариус. Просто его другой дом делает, другая фирма. Вот. Значит, потом вот он, аквариус. Еще здесь 2. Филадельфия. У меня в Филадельфию вообще всякие такие на хлеб помазочки такие. Любит дочь. Она особенно любит Филадельфию с трюфелем, по-моему. Вот такая коричневая баночка, мусс. Но его в последнее время почему-то нигде найти нельзя. Не знаю, все люди его так любили, но в последнее время его нигде нет. Поэтому купили такой. Ей на хлеб намазывается. Она любит с рыбкой, с макарошками это есть. Потом такой вот сливовый джем. Муж купил, я не просила. Ну вот, приятно, будем делать. Ой, помидорка одна вывалилась. Покажу быстренько. Муж купил вот такую вот сальсу из острого сыра. Купил из острого сыра. Показывает мне, что там еще хлебушок купил. Сейчас вам покажу быстренько. В общем, это острый сыр. Это для тех вот начос, которые он купил для нас. На наш сеанс фильма. Это харибо с соком натуральным для детей. Да, донька, но это не для тебя. Это для девочки нашей. Не лезь. В общем, дело в том, что она их не ест. Она с ними играет. То есть она ими кормит своих питомцев. Всяких игрушек, которые у меня есть. То есть она их не ест вообще причем. Вот, только для игры. Ну и хорошо. Целее зубки будут. Вот, в общем, рабонос. Это редисочка свеженькая тоже. Это сделано у нас на Средиземноморье. 250 грамм. Вон в Мурсии написано, выращено. Это такой тортик и сырный тортик. Тут, в принципе, натуральные ингредиенты. Мне нравится. У него вкус прям как натуральные выпечки, как мы делали у нас. Маму, бабушке делали на сковороде. Выпекали нам такие. Вот. Поэтому он купил. Муж, я вот опять же не простила. Я ему обычно список делаю. Но купил. И завтрак очень хорошо. Дочь тоже его любит. И что? А, это прозрачная, этот фильм, прозрачная пленка такая, чтобы заворачивать продукты. То есть ее можно даже теплые продукты заворачивать. Написано, что даже для теплых продуктов. Вот. Значит, купил вот такой вот бамба-лист воды. Здесь 8 литров. Напомню, что воду мы покупаем. Мы не можем ее пить так, вот ту, которая из крана, потому что в ней очень много различных добавок. Так, вот. Это мадаленос. Это такие, как, как же они, господи, называются, как мафины такие. Вот. Они в одиночных упаковочках HD, поэтому можно брать с собой. Например, деткам, если в школу когда будут ходить, можно в школу такое дать. Это тоже сделано из яичек, из яичек, курочек, которые гуляли по природе, то есть выращены на полу, грубо говоря. То есть они гуляют по природе, а не в клетках выращены. Вот. Мы такие очень редко берем, вообще, в принципе, не берем, но вот он взял, что делать? Будем есть на какие-то воду. Вот. И потом он купил всякие разные-разные странности. Это что? Это, как ощущение, как будто это кусок какого-то пирога. И там вон есть какие-то сухофрукты, что ли, в нем внутри. Не знаю, выглядит как хлеб, но это не хлеб. Это как будто булка испеченная. Знаете, как мы на Пасху печем? Посмотрим, что это, потом попробуем. Мне сказали, что вот этот вот круассанчик, это с сыром и с хамончиком. Он взял для дочки. И другой вот круассанчик он взял просто с маслом тоже для нее. Она круассаны любит. Вот это единственное такое, что мы можем есть из-за более нездоровой пищи. Вот. Потом такие вот маленькие хлебушки. Они столько у меня 15 центов или даже меньше за единицу. То есть вот. Раньше, кстати, они были все упакованы вот так. То есть были закрыты. И такой залепленный. Вот так и продавались по пакетикам. Сейчас опять уже стали вот так от открыта продавать. Потом что еще есть? Ай, булочки молочные, тоже очень вкусные дочки, очень нравятся. И это эмпанавия, то есть это такой как пирожок, сделанный там внутри тунец и помидорка, рыбка. Вот так что такую покупку мы сделали. Если надо чек, я обязательно вставлю в это видео. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Вот, в общем, разобрали мы покупки. Муж пока смотрит здесь футбол. Я вам пока расскажу. Вот, значит, нашла я чек Lidl. Вот здесь видно, что это было сегодня. 26.05.20.13.30. Вот, на 59 евро 8 центов была куплена. Значит, смотрите, здесь первое, это 99 центов сельдерей. Это у нас тоже 99 центов, это те торты, эти лепешечки рисовые, с солью. 79 центов, это начо с эти тортильи, эти X-Mex, которые мы видели, 79 центов. Помидор черри, упаковочка, это корзиночка евро 49. Это бисквит с шоколадом 0.95. Свежие сосиски 2.15. Это хамон, то есть это ветчина. Вот это двойная упаковка 2.69. Это красный, господи, как он, портфельчик такой, чтобы спортом заниматься. 2.99, я вам его не показала, забыла. Мне муж потом напомнил. Вот он такой. Вот. Такой обычный красный портфельчик. У него здесь есть сбоку, вот видите, и потом вот тут вот большое отверстие. И вот он вот такой. Марка Lidl, кривит. Спортивная марка, кривит. Вот такая вот. То есть до 4 килограмм. 3 года гарантия. 10 литров написано. Вот такой. Значит, ну за 2.99 в принципе что. Так, 2.99. Потом, значит, 60 центов. Это вот я говорила, те, которые белые булочки, хлеб, которые по 15 центов стоят. Вот, значит, там 4 штуки, то есть 60 центов. 27 евро центов это еще одна булочка, которую мой муж, по-моему, съел уже. Сейчас 0.72 цента вода минеральная. Вода минеральная. Ага, минераль, натур. Что странное. Карри, аки, ага, минераль, 72 центимос, и логу, ага минераль натураль, 1.14. А, я просто спросила, потому что здесь 2 минеральные воды. Муж говорил, что одну он выпил по дороге, а вот это вот другая минеральная, евро 14. Это тот большой бамболист, который у нас там 8 литров. 65 центов это вот тот вот как пирожок с тунцом и с помидоркой. 29 центов стоит круассан с маслом. 95 центов Мадалена, а, это вот этот пакет с маффинками, которые в единичных упаковках. 89 центов редисочка, 82, то есть упаковка 82 цента молочные вот эти булочки тоже упаковка. 2 евро 10, это стоит всего аквариус, это тот напиток изотоников, изотонический напиток. Там соли, минералы, в основном, когда жара, здесь очень рекомендуют его пить. О, по-моему, дочь пришла 83, они стоят по 70 центов баночка, всего 2,10. Тортильи, вот эти начо, экологически чистые био, эти чипсы, евро 19. Хлеб, который мне любит очень сильно мама, темный, 2,39. Проходите. Евро 14 стоит вот эта вот большая бамба-лист воды, 8 литров. Евро 69 стоит этот хамончик, то есть ветчинка, господи, как он называется, индюшинная. 0,79 центов это желатин, вот эти 6 упаковочек. 0,75 это та большая банка, 1,5 литра там, вот этого напитка, как аквариус, похожий, только белые марки. 0,59 центов стоит прозрачная вот эта вот пленка, которая заворачивается продукты, можно. Также с ней можно в морозилку продукты класть, например. Евро 85, это берберечо, это я не показала, потому что у меня муж ухватил, он съел их сразу. Это консервная банка такая, в них находятся берберечо, это такие как моллюски, которые находятся в раковинах. Они такие маленькие, совсем вот такие ракушки, такие вот. И в них внутри находится такой моллюск. Вот, они их едят, они в своем соку, и они их с лимоном и с черным перцем едят. И сок этот, кстати, они его тоже любят. У меня очень кот сильно любит этот сок с морепродуктов. Вот, 59 центов, где? Вот, 59 центов, значит, это круассан с ветчинкой и сыром. 2,18 евро это стоит вот этот большой, большие помидоры, гроздь помидоров. То есть, там евро 79 за килограмм, у нас был килограмм 220, вот, 2,18 евро. 2,59 евро стоит малина, она здесь, в принципе, не растет, поэтому стоит подороже. 2,29 евро стоят вот эти голубика, черника. 1,39 евро стоят эти мишки Haribo, с которыми она играет. 3,25 евро стоит машинка для бритья, вот этот станок. 95 центов стоит салат Гурмет, в котором 3 вида салата. 1,59 евро стоит Филадельфия, это сыр, который намазывают на хлеб или на тостады, то есть на сухой хлеб или на бутербродики. Банан стоит 1,29 евро, у нас чуть больше килограмма, поэтому 1,38 евро. Джем сливовый 0,97 евро. Соус острый, сырный, который у меня муж сейчас как раз ест, 1,15 евро. Сырный, этот омлетик, сырный тортик, 0,85 евро. Лук 2 килограмма, евро 69 евро. Салат дуо, то есть там салатик и рукула, 0,99 евро. Шпинат свежий, большой этот пакет, 0,95 евро. Картошка 5 килограмм, 2,99 евро. Вот подешевела. Масло евро 89, это сливочное масло, имеется в виду. Хлеб с медом и иго. Господи, как же они называются? Сейчас, секундочку, я посмотрю в переводчике здесь. Как же он называется? Сейчас вот буду здесь искать. У меня тут два компьютера стоит. И я игос по-русски. Сейчас посмотрим. О, инжир. О, значит, инжир, вот как видите, да, вот с этим вот фруктом. То есть там с медом и с инжиром. Вот так, значит, всего 59,80 стоит вот это все. В принципе, мы покупку делаем всегда в Лидле и в Меркадоне. В Меркадоне больше мяса и рыбы покупаем. А в Лидле мы покупаем вот такие вот всякие разные вещички. Там овощи, фрукты и так по чуть-чуть по мелочам. Так что вот так, теперь полный список есть. Большое спасибо за ваши просмотры.